всем привет на связи обучающий проект записки вебмастера прошлых видео мы создавали с вами форму сбора контактных данных наших клиентов научились создавать стильные кнопки и pop up окна для сайта которые добавляют наши страницы больше функциональности сегодня я покажу вам как можно разместить кнопки ссылки переадресовывающие на ваши аккаунты в самых популярных социальных сетях и так на вордпрессе есть множество плагинов позволяющих разместить такие кнопки на сайте но проблема состоит в том что эти кнопки переадресовывают на социальные сети которые мягко говоря не очень популярны на русскоязычном пространстве размещение таких кнопок как контакте или одноклассники и вовсе не является возможным хотя нет все-таки это можно сделать но для этого вам придется прилично раскошелиться на платные так называемые про версии этих плагинов так что же делать неужели нет никакого бесплатного способа разместить социальные кнопки к счастью есть итак знакомьтесь представляю вашему вниманию плагин ultimate социал медиа плюс в этом видео я покажу как можно с его помощью разместить социальную кнопку ссылку на свой аккаунт в контакте и так поехали заранее скажу что если вы не знаете как пользоваться консолью wordpress то под видео будет ссылка на мой видео урок посмотрев который вы оперативно научитесь пользоваться wordpress и так давайте для начала установим плагин ultimate социал медиа плюс для этого переходим в режим поиска плагинов для установки и специальной области в правом верхнем углу вводим ultimate социал медиа плюс далее выбираем первый попавшийся у которого автор социал шап про то есть кликаем по кнопке установить а затем поактивировать внимание при установке обязательно сверяйте название автора разработчика устанавливаемого вами плагина с тем который вам рекомендуют использовать если вы все сделаете правильно то перед вами откроется вот такое окно а на панели консоли появится вкладка нашего плагина ядерно-красного цвета теперь мы кликаем по кнопке пропустить и попадаем в панель настройки нашего плагина здесь нас будет интересовать вот эти раскрывающиеся списки и так давайте откроем первый список как вы видите здесь размещены иконки ссылки на самые популярные соцсети которые пользуются популярностью в европе и так для того чтобы не использовать какую-либо социальную кнопку и стандартного пакета вам нужно просто убрать галочку с нее и в этом случае данная ссылка на социальную сеть не будет отображаться на сайте и наоборот если вы хотите использовать какую-либо кнопку стандартного пакета то вам необходимо установить галочку и тогда кнопка отобразится на сайте но после того как вы произведете полный комплекс настроек для данной ссылки для того чтобы установить кнопку которая нет стандартном пакете вам нужно установить галочку для чекбокса другое после чего перед вами откроется модульное окно в котором вам нужно кликнуть вот по этой кнопке далее перед нами откроется панель загрузки иконки для этой социальной кнопки где же взять иконки для социальных кнопок их можно найти базе картинок яндекс или google или например на сайте icon bird ссылки на эти сервисы под видео но это еще не все специально для вас под видео будет ссылка на мою личную библиотеку социальных иконок пользуйтесь на здоровье а я покажу как создать социальную кнопку ссылку например вконтакте и так мы загружаем иконку вконтакте после того как иконка загрузилась мы спускаемся вниз выбираем выравнивание по центру и кликаем по кнопке вставить в запись и как вы видите наша иконка добавилась на панель теперь давайте деактивируем ненужные иконки посредством удаления галочек из чекбоксов с помощью клика по ним и так вы убираете галочку после чего к вам на экран выходит окно где вы кликаете деактивировать а затем может выйти еще одно где вам также нужно кликнуть по нижней кнопке расположенной на белом фоне после чего социальная кнопка деактивируется далее спускаемся в конец первого раскрывающегося списка и сохраняем изменения а теперь переходим ко второму раскрывающемуся списку а именно здесь мы определим куда должна перед рисовать нас наша кнопка то есть вот эту область вставляем ссылку на свой аккаунт далее сохраняем изменения и переходим к третьему раскрывающемуся списку здесь нам нужно выбрать способ отображения социальной кнопки во первых это размещение в любой виджет зоне с помощью выбора виджета соответствующего плагина в общем каталоге затем можно сделать социальные кнопки всплывающими в определенных местах кроме того можно разместить вручную на любой странице посредством ставки шорткода данной кнопки в конкретное место либо можно автоматически отображать социальные кнопки на каждой странице записи соответственно до нее и после последний способ идеально подходит для блога и так чтобы выбрать конкретный вид отображения нужно просто поставить галочку соответствующем чекбоксе я буду отображать кнопку в подвале сайта то есть размещу виджет зоне footer 1 поэтому я выберу первый способ отображения и установлю галочку вот здесь но перед этим давайте ознакомимся со всеми другими вариантами и так если мы сделаем плавающую кнопку то к вам на экран выйдет область которой нужно выбрать местоположение социальной кнопки на экране путем установки соответствующей радио кнопки кроме того здесь также можно задать рамку для области размещения кнопки посредством ввода значения вот эти поля если мы выбираем третий вариант отображения именно разместить вручную то вам под этим чекбоксом выйдет сообщение со сформированным шорт-кодом который нужно скопировать и вставить на сайте в то место где вы хотите отображать данную кнопку и при четвертом варианте отображения который подходит для блогов как я говорил ранее мы отображаем социальные кнопки до записи и после них и так после того как установите галочку 4 чекбокс прямо под ним откроется меню где вы должны будете выбрать внешний вид кнопок а именно придать им прямоугольную форму либо выбранный вами в первом раскрывающемся списке вид также вы можете выбрать какие иконки отображать и стандартного списка для того чтобы пользователь мог распространять вашу публикацию по социальным сетям то есть это такие кнопки как рассказать друзьям или поделиться также вы можете отображать счетчик количество людей которые уже поделились вашей записью для этого выберите из раскрывающегося списка положения до далее путем установки галочек соответствующей чекбокса выбираем где отображать социальные кнопки их можно разместить на главной странице и страницах записей соответственно до публикации и после них также здесь нужно вести текст для репостов при клике на который данная запись будет отображаться у вас на стене я который узнают все ваши друзья то есть в это поле можно вести название рассказать друзьям или поделиться а далее располагается вариант отображения кнопки репоста вам нужно из раскрывающегося списка выбрать какой стороны сайта мы будем отображать данную кнопку но данный вид отображения социальных кнопок подходит лишь для записей то есть для сайтов блоков кстати говоря можно одновременно выбрать хоть все способы отображения социальных кнопок и как я говорил ранее я выберу первый вариант отображения это через виджеты и так я устанавливаю соответствующую галочку в нужном чекбоксе сохраняю изменения и перехожу к четвертому раскрывающемуся списку где можно настроить дизайн кнопок здесь нужно выбрать внешний вид кнопок посредством активации радиокнопки соответствующего варианта дизайна внимание данные настройки распространяются исключительно на стандартные кнопки если вы загружали какую-то свою кнопку например как я вконтакте то данная опция на нее распространяться не будет давайте свернем этот раскрывающийся список и перейдем к следующему здесь можно установить исключительно для стандартных социальных кнопок счетчик лайков репостов и подписчиков то есть это такой способ понтануться перед возможными клиентами для установки необходимо выделить соответствующую радиокнопку я здесь ничего менять не буду и перейду к следующей опции где настраивается дополнительный функционал и дизайн ваших кнопок во первых если вы загружаете несколько иконок то здесь вы можете их менять местами простым перетаскиванием чуть ниже настраивается размер и отступ одной иконки от другой далее мы выравниваем иконки относительно своего контейнера в котором они находятся последствием выбора соответствующего положения и раскрывающегося списка я выберу по центру а также здесь мы определяем сколько иконок можно разместить в одной строке посредством ввода значения вот это поле чуть ниже мы настраиваем функционал кнопки для репоста и так во первых мы должны определить где показывать данную кнопку рассказать всем на главной странице либо в записях либо вообще спрятать под этим разделом находится блок в котором можно присвоить для стандартных социальных кнопок с функцией посещения ваших аккаунтов название посредством выбора соответствующего языка отображения надписи из раскрывающегося списка чуть ниже также мы выбираем язык отображения надписи для стандартных кнопок с функционалом нравится и поделиться хотя должен сказать название для кнопок на русском языке подгружается некорректно и лучше эту опцию вовсе не использовать подробности в конце видео далее нам предлагается выбрать где открывать ваш аккаунт из социальных сетей при клике по кнопке на сайте в этой же вкладке или в новом окне выберите соответствующий вариант посредством активации нужной радиокнопки далее с помощью радиокнопок можно зафиксировать ваши социальные кнопки на экране чтобы при прокрутке сайта они всегда были на виду кроме того здесь мы можем для мобильных устройств отключить эффект плавания кнопок также с помощью радиокнопки еще здесь можно отключить возможность автоматической подстройки социальных кнопок под размер мобильных гаджетов в последнем разделе этого раскрывающегося списка мы можем определить какой текст будет всплывать при наведении на социальную кнопку курсора мыши для этого нужно ввести соответствующий текст вот эту область я веду слово вконтакте затем сохраню изменения и перейду к следующему раскрывающемуся списку здесь можно настроить окно с просьбой репоста или подписки для начала вы должны вести соответствующий текст вот эту область далее мы настраиваем дизайн а именно определяем шрифт начертания его цвет а также размер кроме того мы определяем цвет фона окна а также цвет рамки и и ширину посредством установки значения вот эту область кроме того мы можем настроить для всплывающего окна тень границы или вовсе отключить ее посредством активации соответствующей кнопки чуть ниже мы должны определить где необходимо показывать сообщения с просьбой подписки или репоста тут можно выбрать с помощью радиокнопки только один вариант либо нигде либо в записях либо на каждой странице или можно настроить вывод сообщения на конкретно созданную вами страницу в общей иерархии сайта кроме того под этим разделом можно выбрать событие при котором будет выводиться данное сообщение события настраивается также с помощью радиокнопок а именно один раз через определенное количество секунд количество секунд устанавливается в числовом выражении путем ввода соответствующего значения вот эту область либо можно наше сообщение выводить каждый раз когда клиент доходит до конца страницы тогда мы выбираем вот этот вариант после чего сохраняем все изменения и переходим к следующему раскрывающемуся списку в последнем раскрывающемся списке можно настроить форму для подписки на ваш сайт или блог на самом деле эту форму проще и эффективнее можно сделать с помощью плагина vp форм ссылка на урок я рассказываю как создавать формы с помощью этого плагина будет в описании но если вы хотите использовать именно форму плагина социальных кнопок который мы рассматриваем в этом видео то тут все просто вы сначала настраивать и дизайн этой формы то есть выбираете шрифт его начертания различные цвета определяйте выравнивание текста форме вводите значение то есть название для заголовка поля подписи к полю вода емейла а также определяйте название кнопки отправки для полей после того вставляя форму на сайт любым из трех способов лучше использовать первые два способа той ставить с помощью виджета или шорткода с помощью виджета лучше вставлять если вы хотите разместить форму в конкретной виджет зоне ну а если хотите определить форму подписки на конкретную страницу в определенное место то используйте шорткод третий способ ставки подходит для продвинутых пользователей в общем не заморачивайтесь используйте либо первый способ либо второй и так мы сохраняем изменения кликаем по кнопке сохранить все настройки теперь нам нужно вставить нашу социальную кнопку на сайт мы переходим в панель настройки виджетов если бы мы вставляли форму сформированную плагином ultimate социал медиа плюс то мы вставили бы вот этот виджет но нас для вставки социальной кнопки вконтакте будет интересовать другой виджет и так кликаем по нему а затем выбираем виджет зону footer 1 и кликаем по добавить виджет как вы видите плагин появился footer зоне теперь давайте изменим заголовок для этого ведем вот эту область текст давайте дружить сохраним изменения и перейдем на сайт для просмотра результатов пожалуйста вот наша кнопка вконтакте при клике на которую открывается ваш аккаунт в социальной сети в новой вкладке все просто на самом деле в настройках этого плагина есть много лишнего но я должен был вам показать как тут все устроено данное решение идеально подходит для вставки социальных кнопок при адресовывающий на аккаунты в социальных сетях которые популярны на нашем русскоязычном пространстве для такого функционала как репост или расшаривание лучше всего использовать другой плагин об этом будет отдельное видео для for подписки можно использовать в по форме либо настроить через этот плагин который мы рассматривали в этом видео пользуйтесь на здоровье а на сегодня у меня все с вами был обучающий проект записки вебмастера до встречи на волнах наших эфиров а и и